всем привет вещаю я из будвы страна черногория сегодня этот скорбный день значит вообще должен был сегодня уже вот прям сейчас я должен был подлетать кафе о кофе опи очень долго у меня шли переговоры подготовка занятия с гемологом профессиональным значит собирался я в длительную экспедицию за опалами ну минимум на месяц а там может и подольше но эфиопы просто взяли закрыли въезд для всех иностранцев то есть приостановили временно выдачу виз по прибытию и не по прибытию у них там сложно всегда политическая ситуация потому что в эфиопии 80 только крупных народностей 80 вот религии у них там есть православие католики мусульмане и язычники и они постоянно между собой там у них какие-то вражда волнение восстания значит и вот сейчас очередной там виток событий поэтому страна закрыта поэтому я пока остаюсь в черногории дома будем с вами больше делать упор на всякие обучающие видео про камни да давайте объявлю победителя значит прошлого конкурса да в первый же день угадала у нас некая анастасия а сейчас смотрим вот да анастасия пробел большая буква а . анастасия свяжитесь со мной и получите свой приз но медленно будете получать кстати по поводу в очень много пишите вотсап все кто заказал мне камни заказчики партиями постоянно получают свои заказы по всему миру да но все супер мега медленно кто-то ждет и там найти как повезет кто-то ждет мы отправляем одну одни и те же посылки например вот мы сегодня отправили там 12 посылок в разные страны мира да какие-то из них дошли через две недели какие-то через три месяца какие-то вообще полгода она допустим два месяца идет три месяца потом почему-то лежит на таможне ребята я не пропадаю никуда все в работе я не кину вас на 500 долларов ни в коем случае у меня совершенно другие доходы цели и задачи вот просто сейчас такая ситуация к сожалению нужно потерпеть вот можете проверить мои слова посмотреть у меня главные места моей деятельности это бирма таиланд вьетнам шри-ланка к сожалению все эти страны сейчас закрыты там частично сохраняется локдаун почты эти как их лаборатории гемологические службы доставки все работает крайне медленно непредсказуемые нестабильно вот я хотел бы прям вот вы купили сегодня завтра вам доставил деньги свои забрал я то деньги свои вкладываю у меня подвисают мои личные финансы да но к сожалению все медленно но опять же я очень благодарен тем кто понимает ситуацию тем кто не ругается и даже меня сильно удивило люди которые там 8-10 месяцев ждали свои заказы и получив их я был уверен что вы скажете все забудем компанию синэджемс как страшный сон вы тут же заказывайте еще вот прям огромное вам спасибо но я кстати мне пишут часто да что а вот я заказал там то вот это и она пришло через 12 дней вот я о чем и говорю что какие-то доходят заказы вообще в моменты какие-то идут там по восемь месяцев я сам также я в апреле заказала обвес на новый harley свой да там выхлопную трубу мне звук не нравится он какой-то вместе с harley который вот у меня новый здесь и на горе он это какой звук издает такой вот так вот я заказал хорошую трубу с хорошим звуком но вот она и и до сих пор даже не отправили вообще не отправили из штатов то есть но какие-то у них там ковидные проблемы поэтому я в принципе также участник заложник ситуации и отношусь к этому с пониманием а по поводу победителя смотрите видео чтобы потом не говорили что я отчет фальсифицировал что это мы дали выиграть своим вот я прям в тот же день когда записывал конкурс начинал да я записал вот такое видео смотрите итак результаты значит розыгрыша да сколько весил камень на самом деле вот точный вес это прям у нас электронные весы ювелирные точный вес этого турмалина 32 карата . 930 вот прям видео мы сняли он на весах наверное будет зеркальном отображении да а может и нет но не важно показываю сразу да но это у нас тут чашка и очки вот давайте еще раз вот видите вот все по честному я в той же футболке меня даже складки на ней так и остались и облака смотрите он как летели так и летят вот собственно так так дальше я поездил погулял я там как бы какие-то дни я сам ездил на хорлей какие-то дни мы семьёй ездили потом мы ездили с друзьями на то есть это где-то было пять-шесть дней съемок разных отдельных я поснимал значит обзорчики прогулки исторические обзорчики музейчики это много всего значит это которский залив погуглите карту до городок пираст и городок рисом ну это оба населенных пунктов с трудом можно назвать городами но тем не менее как бы сделал обзорчик получилось мне показалось что снимал как-то мало тут три минуты там пять минут и чет получилось как прям очень много поэтому разобьем на две части сегодня первая часть будет смотрите так я снимал в разные дни в разное время я кое-где там по три раза даже повторяю одно и то же но вы уж простите я не могу помнить а например там что-то снял сегодня что-то снял через неделю поехал еще потом доснял там через три дня еще да и конечно где-то я повторяюсь ну как бы вот как получилось я не профессионал и собственно я не считаю себя вообще видеоблогером я считаю что видеоблогер чек который зарабатывает на этом чего-то я ну у меня доход не строится на блогинге я снимаю больше для себя на память да значит хочу немножко в начале вам про периоды давайте я перечислю без цифр без дат я там даты где-то произношу если кому-то интересно вы можете но я не хочу про занудочить сильно да вы можете прямо это погуглить и там все почитать давайте немножко упорядочен периодику вот местные регионы все они очень привлекательны были всегда в плане проживания бизнеса пиратства торговли и мореходства в плане сельского хозяйства нет тут просто негде было сажать пшеницу ячмень вообще зерновые культуры поэтому вот только все что связано с морем с торговлей с пиратством и с войной да здесь развивалась так вот первый период так его разделим до назовем да и риски здесь совсем давно жили некие племена а ну сначала у нас идет конечно же неолит это понятно не обсуждаем доли рисов здесь жили некие племена их какая-то национальная принадлежность не установлено считается что это были индоевропейцы ну то есть вот с такой внешностью непонятный какой-то значит получается я вот на гуглил а я обязательно туда поеду я очень люблю такие места современной хоро хорватии находится находятся остатки очень такой серьезной крупной крепости который называется монко донья я вот прям с удовольствием туда поехал ну я собственно поеду обязательно да значит сейчас читаю находится близ современного города раввин значит был населен в период бронзового века 1800 1200 лет до нашей эры а еще там есть еще более ранее постройки который датируется примерно 4400 лет назад это прям ну практически ровесники египетской цивилизации да ну смысле в какого-то его одного периода очень интересно я планирую туда ехать еще раз монко донья на гуглите фотки у меня нет фото хорошего качества не могу к сожалению ставить но вот я считаю что надо сгонять тем более тут все рядом после вот этих людей которые построили этот город не мы про них практически ничего не знаем здесь долго серьезно жили и лирийские племена они были довольно развитые это были опять же индоевропейцы культура у них было похоже на то есть шлемы щиты произведение искусства архитектура на был похож на и или или и линскую да то есть это у нас или на это греки до было похоже на греческую они воевали с греками они воевали с римлянами они даже два раза побеждали на македонию но до того как появился александр филиппович и он бы конечно не дал бы себя победить вот до этого а и одним из таких центров морской торговли пиратства у лирийцев был как раз город современный рисон там жила некая царица ее по-разному называют тэта тхэта тэфта смотря на каком языке читать она значит правило и мужа у нее убили она правила местными и лирийскими племенами эти племена постоянно объединялись то есть их 40 разных они объединялись какие-то группы и между собой конечно тоже воевали регулярно это совершенно нормально так вот она правила группы племен и именно из города рисон они очень упорно и успешно грабили римские какие-то корабли флоты и города настолько успешно что римские императоры официально писали ей письмо что дорогая царица пожалуйста прекратите грабить сколько можно вот и даже зафиксирован документальный и ответ она ответила что вы знаете я посмотрела у нас на пиратство это один из народных промыслов и как бы ну я не могу своим людям поданным запретить заниматься их народным промыслом тогда будет не на что жить вот потом это все захватили римляне а в ирийский период одновременно здесь кое-где жили еще греки насколько понимаю они как-то вступали в союзы и воевали с лицами тоже скорее всего вообще-то какие-то родственные были народности да по культуре как минимум родственные например буду вот здесь я сижу и вообще основали греки это прям документально нам известно доказано так вот получается смотрите кто-то до лирийцев потом и лирийцы с греками потом все это захватили римляне потом когда рим пал это было венецианская империя потом это было и венецианская империя а еще был византийский период потом венецианская империя потом и турки и венецианцы одновременно потом австро-венгерская и вот это все я вам пытаюсь как-то ненавязчиво показывать и рассказывать своими словами да то есть я ни в коем случае не претендую на какой-то исторический профессионализм то есть мы просто с вами гуляем вот скажем так но давайте смотреть первую часть приятного просмотра всем привет черногория городок пираст или пера 100 на итальянский манер стал рано утром специально пока нет шума движухи туристов вот но придется снимать против солнца городок он в ту сторону вдоль моря расположен но я буду идти в ту сторону но я думаю что нам не будет сильно мешать вот пока тихо и спокойно можно насладиться обаянием балканских заливов вообще атмосферы да вот город рис он вот вон видно чуть-чуть рис он это откуда и лизская царица грабила приказывала грабить римлян вот тут у нас два островка один прям насыпной совсем ручную одно время был закон по которому каждый входящий в залив корабль а вход залив у нас вот вот она вот каждый человек должен был бросить камешек вот за 200 лет насыпали островок площадью 3000 квадратных метров то есть небольшой совсем и вот еще один остров этот остров естественного происхождения вот там католики а там православные и здесь городе тоже есть и католики и православные вот на этом островке вот на этом соседоточена большая коллекция произведений искусств это картины которые писали местные художники вот и всякие изделия из золота туда не поплывем я специально оставляю вам да кто любознательный приедете на мете лодочку вот эти все лодочки они все туда туристов катают и посмотрите смотрите какая вода чистая ну и очень теплая почти 29 градусов так город пираст или пираста естественно все местные жители всегда говорят что название почему так называется потому что пираты на самом деле нет мы вот в этом доме живем вот окошко наших окошки наши спальни значит на самом деле нет конечно же этот город основали поселок до основали представители одного из иерийских племен который называлась перу 100 племя вот но собственно поэтому то есть пираты здесь ни при чем хотя конечно местной истории они принимали участие сейчас буду рассказывать потихонечку покажу вам одну из достопримечательностей этот дом вот этот вот симпатичные как и все местные домики пока все спят значит здесь жил марка мартинович такой товарищ и вот он открыл 1698 год мореходную школу и петр первый суда отправлял дворянских детей учиться мореходному делу это у нас котик недружелюбный или дружелюбный не котик вроде нормальный просто сонный вот чем город мне нравится чем он интересен примечателен это яркий пример как благодаря географическому положению вроде казалось бы невзрачный поселочек где должны все заниматься рыболовством да он стал очень богатым и знаменитым видите даже след в русской истории оставил какой-то какие-то дворяне здесь учились русские мореходному делу так вот как так получилось ну во первых люди здесь давайте сначала начнем да люди здесь жили самого начала над пирас там есть пещерка я буду проходить мимо становиться разворачиваться показывать вам дома потому что против солнца не очень хорошо видно над пирас там есть пещерка где находят не литические следы не литической культуры то есть это новый камень да вот то есть люди здесь жили самого начала когда пришли на балканы здесь очень много устриц мидий и они естественно это очень питательная еда она не убегает за ней не нужно охотиться вот это здание музея построена но в частном доме вот такие у местных деревенских жителей были частные дома это дворцы по сути в стиле барокко вот откуда деньги чтобы строить здесь были поэты и художники и писатели меценаты и миллионеры представьте сейчас городе население 17 век то эта семья будет будет буевиков вот то есть просто семейный такой домик там он табличка музей заходил вчера сейчас приклеим и музей внутри очень красивые дома так вот люди жили самого начала всегда вот сначала здесь жили до или риски и племена вот об этом я пока ничего не нашел кстати вот по поводу устриц рыбы тут очень много он видно да вот и устрицы мидий они же очень питательные за ними не надо бегать поэтому люди тут жили всегда с удовольствием вот с другой стороны тут у нас герб причем интересно что на гербах часто изображены вот как в данном случае рыцарские шлемы турнирный но насколько я знаю рыцарских титулов местных жителей не было дворянские были им значит из венеции венецианская торговая империя до или республика им оттуда давали титул и они тут значит были местными боссами так вот кто-то здесь жил до лирийцев ничего не понятно кто именно до читаю информацию копаю я знаю что северний получается в нас хорватии есть город очень красивые развалины там так вот пожалуйста в городе населению меньше 400 человек сейчас самый рассвет было 1900 но они построили 19 церквей 19 вот отсюда вижу там написано что это 15 век 16 век извиняюсь 16 вот потом после вот этих неизвестных людей которые построили неизвестную крепость крепость знаете когда построила которая севернее того места где мы с вами ходим ее построили 4400 лет назад то есть очень давно прям совсем давно причем там крепость такая серьезная я картинки поищу вставлю тут очень уютные такие дворики местные жители помешаны чистоте говорят что помешательство на чистоте им пришло в том числе после не когда несколько раз эпидемия чумы была они привыкли все помыть смыслом шампунем вот так вот потом тут жили перасты я извиняюсь и лирийцы и лирийцы это союз племен там много-много племен штук 40 наверно вот и они не были какими-то варварами дикарями они очень много дали риму на периоде его развития я знаю что римляне у лирийцев заказывали корабли причем довольно по многу там речь идет про сотни кораблей вот смотрите я вчера сидел обедал смотрел довольно интересный дом смотрите получается но во первых это не дом это дворец семейный да по тем меркам средневековье это дворец не каждая семья себе может такой домик заказать из камня сейчас я в тенек уйду о смотрите в чем прикол город всегда был в состоянии войны с кем-нибудь из соседей такого понятия государства такое понятие тут появилась очень поздно в основном это были города государства вот пераст в связи с таким вот географическим положением видите он прям стоит на берегу сразу да вот дома выходишь вот море вот они никогда не могли себе построить крепостную стену потому что просто негде поэтому них каждый дом стал крепостью вот значит этот домик не исключение смотрите получается что вот это вот не что иное как бойницы то есть первый этаж это было реально оборона вот вот здесь они тоже до второй этаж смотрите по высоте по размеру окон мы видим что там высокие потолки то есть там жила сама семья получается третий этаж низкие потолки маленькие окошки там жила прислуга вот прикольно то есть видите даже по планировке дома мы можем понять что люди там жили богатые и у них была прислуга своя то есть для нее был целый этаж почему прислуга сверху потому что неохота ходить это стандартная международная тема то есть на третий этаж неохота ходить вон там еще домики смотрите симпатичные довольно видите он наверху стоят и там еще церковь почему так много церквей помните про папуасов про массаев как только у людей появляются деньги они чтобы показать свое богатство и превосходство строят что церковь если у них появляются еще деньги они строят еще церковь люди так устроены вообще в принципе получать что во всем мире от папуасов до черногорцев все строят церкви то есть в любой ситуа в любой непонятной ситуации строить церковь но тут видно что тоже семья была богатая четырехэтажный дом с красивыми балконами причем в период рассвета они нанимали не стеснялись нанимали итальянских архи архитекторов за очень очень дорого это 18 век на табличке написано здесь отель выкупил несколько домов старых семей да вот так вот его реставрировали мне если честно не нравится потому что но вид какой-то не старинный получился и вот у нас очередная церковь церковь говорят так вот давайте потихоньку буду вам рассказывать про историю возможно придется пройти туда и потом обратно потому что история длиннее чем город как город очень короткий и лиц и учили римлян флоту мореходству и считается что римский флот во многом он появился именно таким каким он был благодаря лицам на одно время лиц и римляне заказывали здесь вот именно прям здесь заказывали строительство своих кораблей причем сотнями потом естественно рим стал разрастаться они решили захватить все полегающие территории и написано везде в хрониках что с лицами воевали особенно долго и упорно 40 лет шла война потом последующие 200 лет были восстания два из них были очень крупными вот и лирийцы племена до вырезали римлян подчистую полностью вообще под корень то есть всех колонистов легионеров руководителей боссов всех вырезали вот вот тоже очень симпатичный у нас домик смотрите еще апельсины с прошлого года висят очень симпатично до местные жители обитали здесь и опять же на доме полно бойниц вот эти вот дырочки форме замочной скважины сейчас я покажу вам вот вот она он еще это не что иное как бойница для мушкетного боя отстреливаться а тут у нас иконки и крестики продают вечный бизнес международный вот то есть лирийцы были бодрые парни и с римом воевали долго и упорно нам вот потом эта территория стала частью римской империи и и была таковой нескольких веков вот здесь же рядом найдены греческие полисы в городе ризан и будва основана греками поэтому конечно же на территории пераста греки тоже проживали в свой период до римский да тут как бы этого никак не избежать так вот уже в римский период получается здесь были верфи то есть строили корабли вот вам еще несколько церквей церквей никогда не бывает много сейчас в россии до очередной виток мании строить церкви всегда и везде вот этот вот эта часовня самая высокая в которском заливе чтобы построить за очень очень дорого нанимали специально итальянского архитектора не помню как его зовут это сейчас принципе не важно вот потом здесь есть памятники местным знаменитостям тут вообще было много город маленькие знаменитости много было вот марк мартинович это мореход знаменитый он основал мореходную школу здесь до 63 1663 1716 кому прям интересно почитать биографии вы можете просто загуглить и почитать да вот так это у нас получается три по коколья 1661 713 это насколько знаю художник знаменитый который расписывал в том числе вот эти вот церковные коллегиозные сооружения вот вот этот товарищ с более интересной судьбой тоже моряк так получается мать и мать и я до змаевич 1680 и 735 вот у него судьба поинтереснее он родился в таком великолепном месте курортном как пираст судьба его занесла то есть он стал наемным моряком руководил таким был главнокомандующим флотским значит и торговал и грабил и пиратствовал и воевал в общем в результате всяких бурных приключений он попал на службу к петру первому и одно время довольно долго жил найти где вот с пираста вот отсюда он попал в воронеж он довольно долго жил в воронеже в результате там и помер в воронеже руководил строительством ну как 40 водил строительством флота и даже участвовал в каких-то военных мероприятиях где-то в районе астрахани вот он еще водичка представьте какой был бодрый парень до так внутренние дворики ну вот сейчас мы вернемся чтобы один файл записывать я боюсь что память кончится и все оборвется итак значит строили корабли и самое главное на чем зарабатывали это торговля везде справочниках пишут торговля все да но где начать спрашивать местных жителей местных гидов о чем торговали что так поднимались да смотрите чтобы вот это вот строить все но нужно действительно зарабатывать очень большие деньги потому что тут ну по сути по тем меркам по меркам того времени это дворцы все но все говорят ну вот рыбы торговали с олью здесь я открою секрет да здесь на побережье у всех есть рыбы и соль то есть на этом заработать каких-либо денег тем более таких больших чтобы здесь был полный город писателей поэтов художников то есть это значит что они получали образование где-то в районе там венеции потому что сами по себе не смогли стать художниками от раз и в детство талантливый начал рисовать да вот объясню в чем ситуация я думаю что она была всегда просто в период венецианской империи она получила свой наибольший рассвет смотрите по сути торговля морская она как происходило плавание было каботажным то есть кораблик груженный товаром а в нашем случае очень много корабликов потому что вот данная территория она входила в путь шелковый путь торговый понимаете о чем и вот и кораблики груженные каботажные плавание в чем пыли вдоль берега но то не пыли вдоль берега например что берег видеть вот на таком расстоянии да почему навигации странами и люди тогда раньше не знали ну и вообще а вдруг все сломается а вдруг течь а вдруг нападут чтобы всегда куда место куда можно пристать то есть берегу ночевали всегда на берегу вообще вот соответственно нужны были безопасные бухты до чтобы укрыться от шторма или укрыться от пиратов или от войны какой-то вот собственно это она посмотрите на карте бога каторская бухта очень-очень супер удобная два очень узких входа вот тут прям совсем узенький вход вот бок а это уста с итальянского лобокко вот и собственно они зарабатывали на каботажном плавание причем огромные деньги потому что товары которые шли по шелковому пути они имели громадную на оценочную стоимость или надбавочную стоимость не знаю как правильно вы сами знаете да что там шли шелка слоновая кость драгоценные камни со шри-ланки опять видите из бирмы драгоценные камни на сообщение отпускают они везде где живу вот то есть тут был большой поток специи специи продавали с громадами наценками покупали там за пол копейки да на месте вот и продавали за огромные деньги ну вы помните что на вес золото вот и 100 килограмм черного перца продал тебя 100 килограмм золота вот ты супер мега богатый человек так давайте на нападем потихоньку обратно там принципе везде то же самое против солнца идти постоянно получается вот вот и супер мега богатый человек и смотрите получается что местные жители что значит зарабатывали на морской торговле это не значит они сами организовывали флоты и прям торговали да плавали значит в индию а потом все отвозили в венецию сбывали нет не обязательно так тебе достаточно построить склады и перевалочные базы ремонтные мастерские кораблестроительные мастерские значит места где люди матросы моряки капитаны будут ночевать то есть гостиницы отелей рестораны а судя по тому что люди которые занимались этим вот этим всем торговли они жили очень богато поэтому тут была потребность в дорогих отелях и стартах притоны с путанами да всякие аука нарко притоны вот собственно вот на чем зарабатывались деньги в морской торговле местными жителями и я думаю что это было всегда и валерийский период и в греческий период когда угодно вообще в принципе но особенно хорошо получалось венецианский период вот собственно такая ситуация так теперь давайте про венецианский период что вообще такое венецианская торговая империя или венецианская республика значит вообще венецианская торговая империя ведет свое начало начало своей истории с начала падения рима вот когда рим пал богатые в основном граждане убежали спрятались на островках причем это выглядело прям вот ну по сути как здесь то сейчас вам покажу еще раз вон два маленьких стравочка да прям совсем маленькие один из них насыпной вот точно такие же стравочки были в болотистой местности там где сейчас венеция туда кочевники например а тела до знаменитый просто доскакать не могли потому что лошади по болотам не очень хорошо скачут вот они там поселились я думаю что наверное сначала временно вот говорят что это одна из тут тут не строили крепости да потому что негде здесь стояли башни и в домах были больницы говорят что вот одна из башен выглядит вот так но я чуть не знаю я тут не вижу никаких пушечных укреплений гнезд каких-то да мне кажется это просто обычный дом вот не похоже это на башню но по крайней мере для меня да я вот так думаю что как-то не выглядит так вот и стали насыпать увидели что варвары прискакали видимо надолго кораблей у них нету с мореходным делом они не дружат стали насыпать там острова и насыпали их огромное количество вы знаете что венеция вся насыпная соответственно так как люди жили на островах они развивали хорошо флот были знакомы с мореходным делом а соответственно вся торговля была полностью в их руках и вот следующие тысячу лет они процветали и процветали все кто с ними работал где были базы морские вот собственно финансовые прям взлет пераста да вот этой деревне начался в 1420 году это как раз начал венецианского периода то есть венецианцы приехали говорят а давайте мы здесь у вас построим базы вы будете ремонтировать наш флот мы будем то вас базироваться ночевать бухать тусить товары хранить вот со всеми вытекающими вот и длилось это до 1797 года это не период существования венецианской империи это период как пока она была тут прям в перасте да это для пераста венецианский период столько длился вот соответственно местных жителей стали нанимать в мореходы в капитаны потом местные жители владели огромным количеством кораблей говорят что в самый в пик развития финансового да вот у жителей пираста то есть частные лица пираста владели примерно 300-400 кораблей вот корабль торговый в то время или военный еще дороже да это были огромные деньги это могли себе позволить только очень очень богатые люди видите как я вовремя проснулся уже народ начинает тусить вот и плюс тут постоянно шла война потому что здесь постоянно тусили турки то есть османская империя претендовала на данную территорию и оказывала жесточайшую конкуренцию в торговле венецианской торговой империи и тут представьте были такие моменты что пираст это как бы венецианская империя да а вот оттуда вот оттуда вот вся часть залива а тут немного совсем туда километра километров 5 он до конца залива да это турция или там прям турецкие деревни живут турки вот я читал описание какого-то москвича который сюда приехал 1680 каком-то году что с турками ежедневные воюют и торгуют постоянно то есть поэтому каждый дом был крепостью каждая семья была украина помимо что это твоя семья и твоя небольшая еще армия сейчас надо от турков убиваться причем я до конца не понимаю знаете чего смотрите вот стоит городок то есть них есть пушки огнестрельное оружие и турецкие то есть получается вот там дальше вот по горам можно увидеть до турецкие деревни и там risen город он был турецкий и вот там город герцогной он был турецкий и турецкие корабли чтобы попасть свои города должны были проходить через вот этот пролив а он ну тут до него сколько но километра полтора-два примерно то есть их же могли должны были обстреливать как они заходили я вот тоже как бы то есть получается перемирие какое-то делали наверное я до конца этого понять не могу и вот собственно благодаря тому что здесь по сути ночевал ремонтировался и складировался венецианский флот вот собственно появился такой уникальный город в чем его уникальность он очень маленький всегда был он выросли никогда не мог потому что вот горы да вот у нас горы уже но он был всегда очень богатым именно благодаря тому что он стоит в удобном заливе ну и сейчас он тоже кстати очень богатый я говорю что самый пик рассвета тут было почти 2000 человек сейчас здесь меньше 400 человек и кстати на пмж тут есть русские но это русские миллионеры дома здесь стоят и квартиры безумно дорого очень это считается жемчужина историческая туристическая так вот дальше вкратце да потом 1800 12 14 я сейчас точно не скажу до года сюда пришли французы ну и как с гордостью пишут значит черногорцы и говорят что французы здесь пробыли недолго местные жители через пару лет изгнали знаете как я думаю французская армия была самой сильной в мире тогда и никакие пиростяне не смогли бы ей противостоять вообще никак просто здесь захватывать было нечего вот это вот торговля из желковый путь да она в то время уже совершенно утратила свое значение финансовое и не переносила таких барышей потому что гибралтар уже был тогда перекрыт и вообще вся ближняя азия была перекрыта мусульманами вот собственно торговля шла другими путями а вот с другой стороны тоже больницы то есть видите видимо тут были моменты когда все против всех потому что в истории города такое описано когда были в восстании какие-то у них между кланов и разборки но это естественно когда накануне миллиардные прибыли до одна семья другую может вырезать без проблем так вот у тайцев тоже есть такой период их оккупировали японцы и когда японцы решили уйти запаковали чемоданы и погрузились на корабли у пыли тайцы их прогнали вот примерно так же я думаю пиростяне прогнали вот потому что конечно же если бы французы захотели они бы здесь остались надолго и никто бы им не мог отказать это как вообще без вариантов совершенно но собственно потом со временем пирост пришел под управление и командование австро-венгерской империи и они тоже выполняли роль такой серьезной военно-морской торговой базы вот и собственно не так давно здесь вообще все города до последнего момента до девятнадцатого века были городами государства независимыми гордыми никому подчиняться вообще не хотели ну почему сами понимаете а зачем если у тебя и так все хорошо идет да особенно если налоги платить нафиг нам это надо вот и они входили в состав тут было много разных каких-то республик сербских хорватских вот потом югославия советский период и вот они сейчас они в составе черногории это мы уже смотрели вот собственно такой атмосферный романтический городок степа морем мидиями устрицами ресторанчиками и вот возможностью пожить вот таких старинных домиках рекомендую приехать все посмотреть живую самостоятельно здесь вот какая-то непередаваемая атмосфера присутствует именно вот балканская такая дриатика на какая-то вот особенно она другая совсем но для меня знаете в чем вижу плюс что вроде та же самая италия та же самая европа только народу намного поменьше вот еда такая же вкусная народу поменьше и цены пониже вот эти по поводу мидии устриц вот они то есть далеко ходить не нужно здесь действительно много вот тоже да и они очень вкусные вот все дальше спирастом пока все я не углубляюсь прям серьезно в историю чтобы не занудствовать с датами именами фамилиями понятно что данных очень-очень много вот дальше мы поедем по побережью заедем в город котор монтенегро такой есть порта монтенегро здесь и буду а вообще таких городков здесь десятки у каждого городка богатейшие история просто богатейшие жили вообще все вот и собственно поэтому смотреть есть чего но я взял так на выбор 3-4 локации посмотрим мы в поисках пещеры с рисунками заехали на горку вот он которский залив вот получается эти два острова которые напротив пираста да то есть пираст у нас вот там за холмом а то где римская вилла до стояла но когда-то это был прям крупный торговый судостроительный административный центр у ильрийцев да и у римлян насколько понимаю тоже они тут жили но вот место довольно мало там совсем мало сколько долина получается туда вот она в ту сторону ну метров 600 нет но допустим километров да допустим даже если километра на туда это все то есть подородной земли нету поэтому местная царица и занималась грабежа а как еще прожить то есть получается не мы такие время такое и земля у нас такая итак мы на римской усадьбе я вот кстати впервые прям на такой явно обозначенный это был домик 760 квадратных метров то есть жили с размахом считается что это второй век нашей эры то есть не не прям уже падение рима но и не рассвет да вот тут у них был внутренний такой дворик садик естественно они тут отдыхали из собирали воду то есть его использовать для сбора воды вода уходила ванной ванную то есть у нее здесь была канализация водопровод и ванны и здесь четко обозначены вот комнат сохранились очень хорошо здесь жил какой-то богатый римлянин а вот в каких-то комнатах он жил сам какие-то комнаты считается он сдавал римским офицером здесь базировался у нас в рис они римский легион по крайней мере во втором веке нашей эры точно он базировался здесь регулярно происходили восстания местные лирийцы вырезали римлян полностью подчистую дважды прям совсем вот тут у нас единицы на балканах больше нету изображение бога которого звали гипноз вот это победитель бог сна да и сновидений и смотрите как интересно вот у нас тут мозаика мозаика ведь стоило денег да поэтому там где стояли кровати мозаики нету но все правильно зачем платить за то чего не видно вот она начинается вот здесь вот видимо сюда когда господин просыпался ставил ножки это считается именно хозяйской спальня там еще будет одна другая вот получается что домик был форме квадрата там сейчас дальше будет чертеж я вам покажу вот тут что-то похожее на шахматы и некоторые длительное время утверждали что это не что иное как шахматы что этот пол из пользы для игры но подтверждение этим словам нету шахматы в девятом десятом веке в европу завезли арабы поэтому во втором веке они вряд ли могли оказаться вот это вот некоторые нерадивые гиды называют могилой хотя конечно римляне дома не хоронили вот так вот никого это не что иное как холодильник или погреб тут все понятно мне очень нравится что во первых здесь сделали крышу правильная форма во вторых нет совсем туристов вот у ковида опять свои есть плюсы да здесь мозаику разобрали увезли на реконструкцию тут какие-то куски разбитые барельефов видите римляне и те кто были после римлян они не ценили вот у нас настоящая кусок стены они не ценили какие-то исторические ценности они видели ого лежит хороший кусок камня они его рубили на куски и строили из него очень другое все что угодно в принципе так тут амфоры и опять же какие-то куски строений куски статуй но усадьба была богатая видно что тут и статуи были искусство и живопись и все такое так дальше считается что это было или кухня или столовая потому что здесь присутствуют такие вот кальмары и сминоги но это не точно данных которые подтверждают нету идем дальше вот здесь тоже была спальня потому что видите вот тут вот нет мозаики то здесь получается такие угловые кровать какая-то стояла может быть это было что-то типа бани или еще что-то подобное тоже никто не знает вот здесь просто геометрические узоры некие то есть богов никаких нету шахмат тоже нету тут у нас стандартная тема жутчайшие фэнтези потому что не таких щитов не мечей не доспехов не вот этих поножи отвратительных ничего этого в истории не было никогда почему нельзя бы открыть учебник истории нарисовать оттуда надо было придумывать свое не совершенно непонятно так тут у нас есть в риса недалеко пещерка и там довольно древние 555 тысяч лет до нашей эры примерно считается до довольно древние изображения в том числе свастичные символы это для тех кто считает что свастикой это обязательно фашизм да вот здесь описание и план домика вот он был такой смотрите получается что это были схватки и помещения вот вот она спальня с гипнозом вот этот внутренний садик так называемые считается что там где нету мозаики то есть вот тут вот да например здесь же жила прислуга ну прислуги по вы были просто земляные зачем вам что-то красивое вот не нужно здесь описаны находки то есть здесь помимо лирийцев тусили до лирийцев задолго еще кто-то тусил об этом я уже вам рассказывал здесь были и греки и лирийцы потом римляне и все все остальные то есть место было очень востребованным вот вот значит греческое поселение когда раскапывали смотрите от него следы остались то есть эллинистические постройки вот тут можете кому интересно на паузе поставить и прочитать все зачитывать не буду потому что это интересно к сожалению не всем мне например очень интересно вот вот это вот у нас получается остатки крепости они прям где-то здесь над городом можно пойти посмотреть но сейчас очень жарко я сейчас наверное не готов идти может быть когда погодка немножко изменится а вот пожалуйста это вот залив которский вот крепость да а мы с вами где-то вот вот здесь вот сейчас то есть тут даже в нашем понимании не города деревенька а тут печальные кадры но на крыше гнездо с ласточками или стрижами они выкидывали умершего этого птенца и выкинули случайно живого вот он только что выпал чесим делать непонятно о к деньгам вот я знаю что поднимать они никого не умеют вот он скорее всего помнёт от голода но надеюсь что они его заберут вон там родители дурачки которые в виде выкидывали дохвого из одной живого выкинули там сидят вот дальше и риски и строение и находки напоминаю лирийцы это союз племен там около 40 племен совершенно разных но у них смотрите лирийский метрополис были довольно серьезные тут городские сооружения прям много под четвертом веке до нашей эры датируется вот это вот место ну и дальше уже не совсем интересно это про археологов копали тут в основном польские археологи про институт этот польский археологически исторические все все остальное вот еще немножко мозаики то есть тут такие комнаты побольше были но в принципе все вот такая вилочка пока закончим пойду попробую этого птенца как-то наверх закинуть